О чем мы сегодня поговорим? Ну давайте мы сначала послушаем нашу коллегу, пусть она нам представится, чтобы все услышали. И расскажет, когда занимается, чем, сколько, как. Она вот приходила, и как раз на Пасху у меня не было. Да, всем доброго. Как она зовут, расскажите всем. Да, меня зовут Мария, я была последний раз два месяца назад. Да, и потом исчезли. Да, исчезла, у меня просто умерла мама, да, и там куча была других неприятностей, и я не могла никак восстановиться. Не, ну все понятно, тут даже говорить ничего не надо, я вам сочувствую. Спасибо. Вот, и соответственно я не занималась, я не могла вообще даже восстановиться. А вот зря. Я вам скажу, я похоронил и мать, и отца в свое время, это был 88-й, 93-й, и я спасался только тем, что занимался подворозом. Ну, утром-вечером, два часа и два часа, потому что иначе меня сносило просто. Вот этим и то. Слишком, когда человек слишком карио и слишком привязан, а то, в общем, иногда не очень хорошо. Потому что, когда я маму похоронил в 88-м, месяца через три чувствую, что-то странно, как-то себя ощущаю, не могу понять. Иду там по лестнице на пятый этаж, мне тяжело идти. Ну и что вообще такое? А как раз у нас в нашем институте с ней опять делали диспансеризацию, все прогнали, вплоть до кардиограммы. Говорят, о, парень, у тебя блокада правая почка ГИСа, да, значит, правая ветвь. От чего, откуда. Ну, вот, стал заниматься, заниматься, заниматься через... Видите, через три-четыре это ушло и все, да, ну, вот вплоть до этого. Так бьет, что... Вот, поэтому, зря они не занимались, лучше бы. Ну, с другой стороны, это нужно, чтобы уже был навык в практике. Поэтому, наверное, нужно приходить в себя. Вот я пришла к вам. Жить ее дальше. Поэтому, одно только утешение, чем я себя утешал и утешаю, косам этих кого нет, что им явно лучше, чем нам. Это уже хорошо. Поэтому, вот, не будем о грустном. Не будем о грустном. Давайте это, до переключения немножко поговорим вот о чем. Вы же, наверное, рассмотрите, в курсе наших военных действий, да? Как там сдались ребята Мариуполя. Эти Азов. И как они выходили. Значит, вчера-то показывали, что у них была с собой, да, икра, красная, икра, черная. Там они шел мужик с крон сыра таким, да? Вот, они масса, причем денег, масса. Причем было золото. Какие-то, с бирками магазинная, да, значит. То есть, видимо, им платили, что... Ну, вот они сдали. Я к чему говорю. Они же идейные, ребята. А вот в 45-м... Не, в 42-м, да? Значит, тут была такая каменоломня гамушкайская, в Керчи, да? Вот туда ушло 19 тысяч жителей, да, и военных. И вот там они почти до освобождения Крыма. В 44-м они там обитали, делали вылазки, да? Помирали там от голода, без воды. Те их травили газами, и никто не сдался. Вот интересно, да? То есть, какой силы идея? Или брестка крепость, да? Вот интересно, как идеи действуют. Забавно, да? Есть над чем подумать. Ну, ладно. Это пища для размышлений. Но мы перейдем к нашим нюансам. Значит, я хотел бы спросить, значит, вот практикующих. Сколько вы выдерживаете асаны времени? Ну, допустим, те же самые примитивные асаны стоячие асаны. Начнем с вас, Лен. А стоячие у меня получаются около трех минут. Около трех, да? Да. Все эти треугольники там все эти дела, да? Да. Три, некоторые там три-четыре. Но больше четырех, как бы, не хочется. Я к чему все это говорю? Вот тут есть, как бы, народ начинающий. Ну, как бы, недолго занимающий все, да? Значит, ну, во-первых, мы знаем, как асаны выполнять. Нам уже известно. Доподлинно. В том числе и на себе, да? Так вот, интересно, там, эти ребята в Штатах следуют потихоньку, там, все эти асаны, да? Вот. И выяснилась такая вещь, что максимальный эффект физический от выдержки асан начинается, когда асана держится больше 140 секунд. По крайней мере, не меньше. Это просто вот, чтобы вы знали, да? Такая интересная цифра. Ну, конечно, для начинающих, допустим, да, держать трудно. Почему? Ну, может быть, физически трудно, да? Или возникает ощущение. Но вы должны приноравливаться потихоньку к этому. Да? То есть, как вот, вы стоите, ну, стало неудобно. Начало делать, ну, простите позу, да? И там еще есть момент такой. Ну, я уже об этом как-то упоминал, но я вам скажу еще раз. Значит, это примерно вот в дыхании. Когда делаешь дыхание с задержками на выдохе, ну, я уже когда полным дыханием, я занимался нормально, я дышал в ритме одно дыхание, две минуты, да? Вот. То тогда я делал задержки на выдохе. Значит, четыре цикла, пятая, на пятом задержка, на выдохе. И вот, значит, там наступал такой момент, когда, ну, как бы, время идет, это лежит в тишине, полная начертка. И нарастает желание отдохнуть, да? И при этом напрягается лицо, напрягаются глаза. И нужно их отпускать все время. Отпускать, отпускать. И они напрягаются, потому что хочется, ну, понимаете, да? И потом наступает такой интересный, какая точка мертвая, когда ты держишься, 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 потом раз, и все, и ты пропал. Потом выключился, приходишь в себя, а дышать уже не хочется. Да, такая мертвая точка. И потом, там, до пяти минут, до пяти с половиной. Вот, значит, вот нечто подобное, только не по дыханию, но по состоянию тела есть и в асанах. Значит, да? Вот, может быть, Лена, высыпляли такую штуку, да? Что когда, как бы, держишь, да, вот, тишина, неподвижность полная, да? Полное расслабление, и потом, значит, как-то раз, все, заморочишься, а потом уже стоишь, и ничего не чувствуешь. Да, есть. Да. Вот, значит, поэтому, вот, можно с этим поработать. Я имею в виду, значит, ну, вот, вы здоровые ребята там, да? Вот, конечно, когда, ну, есть проблемы, вот, как у Александра там, да? Значит, это не нужно вообще, это не тема. Вот, а для тех, кто, значит, вот, технологию уже взял, уловил, значит, можно вот, как бы, работать. Ну, вы знаете, да, что, вообще-то, здесь, вот, взять, ну, лекарства или яда, да? Все зависит от дозы. Яд курара, например, ну, смертельная вещь. В микро малых дозах это лекарство, да? И так далее, и так далее. Значит, все зависит от величины воздействия или от дозы, скажем так. Вот, поэтому, вот, вы подумайте над этим, поразмышляйте. Вот, это очень интересно. Причем, что интересно? Если вы знаете, да, что вы, у вас есть желание, ну, поставить подольше. Ну, там же есть параметры, где не должно быть ощущений. И, если вы будете садить, вы будете лучше расслабляться, да? Вы будете расслаблять глаза, опять же, опять же лицо, да? То есть, это будет вас провоцировать на то, чтобы делать еще более правильно, удерживать эту правильность, да? Вот, такая вот тема для размышления. И можете подумать и попробовать, может быть, только поосторожнее. Вот, причем, там есть такой признак очень интересный. Значит, да, что если вы держите, допустим, массу на минуте, там, по полторы, ну, вы закончили заниматься, у вас есть определенное ощущение в теле потом днем. Ну, как бы, да, тело есть тело, там ничего такого нет. Вот. А если вот вы будете держать, вот, в контрольное время выдерживать, то ощущение может быть другим. Я не знаю, как это передать, но оно другое. Понимаете? Все зависит от дозы, повторяю. И вот вы на этим подумайте и хорошенько опробуйте. Только осторожно, чтобы было без отрицательных всяких там моментов. Потому что если вы чувствуете, что вы перебрали, тогда, значит, ну, не нужно. Можно пробовать там раз в три дня, допустим, да. Осторожненько так. И посмотреть, как это отразится на общем самочувствии. Вопросы подсказаны. Совсем все понятно? Передайте, пожалуйста. Я хочу Александру задать пару вопросов, чтобы он с нами поделился. Значит, кратенькое предисловие. Значит, да, вот у него была проблема такая, аритмия мерцательная была. Значит, у меня отец, я с ним работал, не один год он взаимался йогой, а с мерцательной аритмией, да. Вот, но мы жили вместе, поэтому был ежедневный контроль. Значит, да, и потом я начал с ним заниматься, когда аритмией, его аритмия была, наверное, года три-четыре. Только как началась. Причем у него было два сценария, да, я вам говорил, Александр? Три, да, три. А? Три года, да. Да, вот, значит, было там, у него два сценария, значит, или у него, значит, началась брадикардия, пульс 30. В основном, плохо его возили по скорой, значит. Или 180. Понимаете, да? Ну вот. Но, как бы, когда я каждый день с ним общался, и все это корректировал, то как-то было можно это дело купировать. Самостоятельно, конечно. Причем на фоне прогрессирующей этой штуки. Вот, значит, вам все это сделали, да? Как теперь ощущения? Что-то есть или нет? Сделали операцию. Это была, как это, эндоскопия, да? Нет, это другое совсем. А что было? Прижигают усть или улочных вен. А, лазером? Абляция там называется. Ну, это же была не открытая операция? Нет, конечно, не открытая. Там просто вводится, ну, через бедренную вену вводится. Вот эндоскопия. Да, в пресердии. Как сказать, зонда. И там электроды прижигают. Как ваша проблема? Она существует, нет? Ну, мы не знаем еще так быстро, потому что отек сохраняется до трех месяцев. А. Прошел месяц. Так постепенно все должно быть. Что вам сказали по поводу физических нагрузок доктора? Физически сказали, постепенно все. Ко всему восстанавливаться. Таких особых ограничений-то. Только первое время. Смотреть по своему состоянию. На ходьбу там? Ходьбы больше. Как бы больше, да? Пока только ходьбу не объедет то, что они это. Ну, может быть, что-то еще дальше делать. Я буду все делать, конечно. Просто постепенно. А с нагрузками вообще, вот, скажем, величина нагрузок? Ну, не знаю. Не определяли, да? Посмотрите их, да. Пока, говорит, вот, ходите там. Ну, поднимайте там, говорит. Я говорю, сколько поднимать там? Я могу, например, поднять 25 килограммов там. Ну, можете там, да. В принципе, да. Смотрите, да, чтобы не было очень потом большой, там, допустим, пульса. Ну, в пределах там, 100 там. А пределы? Ну, это чувствуется, когда много. В пределах, сейчас сказали, какие пределы? Там, 100-120 какие-то? Ну, наверное, когда дальше будет. Можно и больше. То есть, не бегать, короче говоря. Понятно. Не бегать, да, не рваться. Все постепенно жить. Прошло месяца, все прошло. Ну, вот, тем, что вы делаете здесь, это заниматься можно. Это вообще, ну, может быть. Да, вот именно. Не нагрузка, да? Да. А так мне, конечно, работа нужна. Там, я действительно, там, поднимаю по работе, там, надо опрыскатель. Бензиновый ранцевый, как раз 25 килограммов. Я его надеваю, значит, соответственно, сзади, как ранец. Смотрите. Работаю с ним. Нет, все это понятно. Да. Но вот. Какое-то время. Не знаю. Можно, но не нужно. Все-таки, я вам скажу по себе. Вот, допустим, я там ногу правил перешиб в армии, да? Это был такой дурацкий случай. Вот, как раз мы, у меня был переход, то есть до нас служили три года. И переведение на два. Мы упали на два с половиной, да? Вот. И причем мы продвивались на две недели позже. И поэтому говорят, а теперь, ребята, две или позже признавайтесь, а полгода дальше останетесь. Все уехали, это осталось семь человек. Даже конец лет. Ты не можешь ни спать, ни есть, ни жить. Думаю хочется. И приходит командир счастья и говорит, мужички, хотите уехать не к новому году, а к 7 ноября? Ну, товарищ полковник, еще бы. Ну, тогда делайте гембельскую работу. Какую? А вот нужно построить для счастья склад ГСМ в чистом поле. Вот 7 ноября закончить, вы едете домой. Блин, как мы пахали. Я не знаю, в жизни такие, как яры. В древней Египте там, да, как рабы. Мы, помню, брали кирпич даже из круговых печей, где его там обжигают. Тебе дают эту робу, асбестовую, значит, эту маску, блин, перчатки тройные. И стоит так кирпич, вот елочка, и стоит, да, он вишневого цвета, он светится. И вот берешь, прожигает тебе через эти три перчатки. Тебе охватывают это выдувок, катывают, значит, ты шипишь, как этот, да. Потом вот такая голова. То есть, ну, работали, я не знаю как. Вот. И как раз вот где-то на втором месяце, как раз у меня несчастный случай такой произошел, дурацкий. И на три недели у меня в госпиталь, ВИПС. Потом говорят, все, освободен, сидячая работа. Ребята работают. Заработают, где у меня сидячая работа. Я пошел сразу туда. И мы, значит, перевозили цистерны, значит, по 9 тонны там бочки где-то скали. Блин, нога болела. Невероятно. Я думал, что она сломается еще раз. Ну, я сломалась. Ну, срослась криво, да? Ну, там просто голеностоп. Процентант 40 толще. Вот. И она на полтора сантимента короче, да? Ну, а если бы я этого не делал, то она была сослась нормально. Мне она не доставляет особых проблем, да? Хотя мы сказали, что вот, когда-то там вы почувствуете. А, там еще был такой кадр. Когда я припрыгал в санчасть сапогом в одной руке, меня друг поддерживает Витька. Теска мой. Старшина Зинченко. Он говорит, ты что? Я говорю, ну вот, он говорит, наверное, выехал у тебя, наверное. Да, говорит, дернем. Дернули, нифига. Плохой вывих, не выдергивайся. Иди сюда, говорит. Второй вывих. Вдвоем дергивайся. Надо растягиваться. Я говорю, идите вы. А в госпитале говорят. Диагноз косой, перелом наружной лодыжки, без смещения. Я тонкую говорю, как это без смещения? Такое быть не может. Ну, я промолчал, конечно. Что там меня отчет тянули. Но я к тому говорю, что если бы я этого не делал, то сосад бы иногда нормально. И, в общем-то, иногда она в пределе, в основных чувствуется иногда. Там где-то я ухожу на пределы, да? В жизни она не мешала мне и не мешает. Ну, может быть, раз в три года, там, что-то почувствуешь, вдруг поноет и пройдет, да? Вот. Но я к тому все говорю, что работа-то хорошо. Хорошо, но это нога, а это все-таки сердце. Поэтому, значит, да, вы должны, ну, я думаю, все-таки минимизироваться. Потому что охота пуще неволе, и всем нужно работать, к сожалению. Ну вот, но, как бы, да, может быть, чем-то поступиться. Вот. Обычно этот человек как действует? Как говорят, пословица, знаете, такая смешная, говорит, крут бережок, на рыбка хороша, да? Так вот, бережок слишком крут, поэтому я вам посоветую все-таки как-то вот забить по возможности. Ну, и так получается меньше, чем раньше-то. Уже столько не получается, как в прошлом. Так, и мне речь не о том, что столько. А совсем бросать тоже не получится. Совсем бросать. Ну, вот смотрите, значит, нужно, есть такая, как, знаете, в бизнесе есть такое, понимаете, делегировать полномочия. Вы же, наверное, там не один, да, на котором все держится. Это другое немножко. Не один, это я на основной работе. Вот. А это же у меня другой, дополнительный. Дополнительный я снизил. Ну, ладно, я вам сказал все, что мог. Это потом, да. Вот я вам приведу еще один пример. Такой интересный. Значит, когда-то, ну, сейчас есть такой институт, нормальной физиологии имени Анахина. Академик Анахин – знаменитый человек, который, значит, войну был красным комиссаром в 16 лет. Грамоту освоил после 20-ти. А потом стал всемирно известным академиком, да, который изобрел теорию функциональных систем, открыл. Ну, как бы, да. Вот. И не нормальной физиологии. Там была когда-то лаборатория боли, 80-го, но по изучению боли. Которая возглядела профессора Леонид Васильевича Люжный. Я хорошо его знал, вот. Как-то мы общались, а потом потеряли друг друга из виду. Это было в середине 80-х. Я его не видел лет, наверное, 5. И когда встретил, смотрю, он как-то выглядит не очень хорошо. Я говорю, Леонид Васильевич, что это вы? Он говорит, да, я отца похоронил. Отец прожил в регионстве 2 года. Вот, а курит он, капоролос. Значит, да, я говорю, ну, что вы делаете? А вам всего 60 с копейками, да, вы вот так плохо выглядите, да? Надо же курить, бросать и все эти дела. Ну, как бы, слить за собой. Он говорит, ну, да, вот у меня стресс этот. Говорит, я, наверное, вот буду к вам ходить, заниматься йогой. Я говорю, ну, вы с курением-то разберитесь хотя бы. Об этом было, значит, где-то позднее осенью. Он говорит, ну, вот я летом к вам приду. Вот, а до этого вот я брошу курить, сброшу вес, значит, я говорю, как будет тебе вес сбрасывать? Он говорит, ну, вот у меня там был какой-то стресс, там личное свойство, мне было 40 лет, а я играю большой теннис. Вот всю жизнь, значит, и я думаю, что я вот буду играть, и все, и приду в норму. Я говорю, ну, понимаете, ну, вот 40 и 60, там, 3, да, или 2, или 2, это, ну, разный возраст, и состояние у вас сейчас, ну, весьма не очень, так что вы поаккуратнее. Говорит, да ладно, я все понимаю. Ну, и весной он умер на корте, да, от сердечного приступа. Ну, вот, то есть следующей весной, да. Ну, вот, поэтому вот как-то, я понимаю, что охота, пусть и неволе, но все-таки лучше плюнуть, да, и все-таки, потом, когда, может, полгода пройдет, да, все стабилизируется, мужики, можно будет грузиться. Ну, в вашем месте я пока бы не встал. Вот, хотя, конечно, это ваше дело. Например, это в жизни я помню. Ну, вот, подсказанный вопрос есть? В ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Все, спасибо, расходимся.